Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Опубликован очередной номер официального издания Республики Западная Армения «Родина». Послание президента Конституционного Совета Западной Армении Никаса Лигеруса. В Арцахе готовится к трайнему празднику. Президент Кипра подает жалобу в ООН против Турции. Тысячи сирийских граждан вернулись в родные дома в окрестностях Дейр-Эзора. Время состоялось в презентации перевода поэмы Дантова легенда Кигеша Чавенца «Коричневый оттенок ванской кошки». На днях был опубликован 11-й выпуск ежемесячной официальной газеты Западной Армении «Родина». Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западном армянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. В электронном виде газета доступна по следующей ссылке. Через три года после принятия декларации Конституция Западной Армении стала реальным инструментом укрепления прав человека. Кроме того, что считалось невозможным еще несколько лет назад, сейчас меняет реальность. Это эффективно показывает, что сильная воля людей может преодолеть многие трудности, обрести новый смысл в своей истории, построить будущее и восстановить прежнюю реальность. Таким образом, Конституция Западной Армении основана не на геноциде, а на всеармянской концепции. В этом смысле это Конституция коренного народа, которая без страха проявляет свою волю, поскольку с 2007 года является частью декларации ООН о правах коренных народов. Кроме того, эта недавно принятая Конституция уже имеет прошлое, которая связана с историей и еще больше повышает ее ценность. Таким образом, эта годовщина основания Конституции показывает, что существует путь, который ведет к освобождению Родины народа и его предков. С одной стороны, правовым подходом, с другой стороны, стратегически основан на международном праве. Никас Лигерос, президент Конституционного совета Республики Западная Армения. 9 мая не только день победы в Великой Отечественной войне, но и день освобождения Шуши и создания армии обороны Арцаха. В Арцахе этот день каждый год празднуют особенно. Юбилейные даты с большим размахом, а другие годы согласно традиции. В беседе с Армен Пресс пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян отметил, что 9 мая этого года в Республике Арцах пройдут традиционные ежегодные мероприятия. День начнется народным шествием от центра Степанакерта к мемориалу, где будут возложены цветы и венки к могилам жертв Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной войны. Затем народное шествие пройдет к памятнику Шуши-Танк. Затем у памятника с парапету Вазгена Саркисяну будут возложены цветы, отметил он. В Степанакерте вечером в честь праздника состоится концерт и фейерверк. Президент Кипра Никос Анасиадис обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутеришу против действий Турции в прибрежных водах острова. «Это явное нарушение международного права, или, как я мог бы описать, второе вторжение, учитывая нарушение исключительно экономической зоны Республики Кипр», отметил он. Анасиадис также заявил, что недавние действия Турции сделали невозможное возобновление переговоров о воссоединении острова. Европейские союзы и Соединенные Штаты уже призвали Анкару воздерживаться от действий, которые способствуют усилению напряженности в регионе», сообщает Ньюс ЭМ. Около 3800 сирийских граждан вернулись в свои города и деревни в юго-восточном пригороде Дейр-Эзора, который был освобожден сирийской правительственной армией в прошлом году. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей. В честь возвращения людей было организовано публичное празднование в районе Аль-Гала в западной части Абу-Кемале. Как стало известно, всем возвращающимся семьям были предоставлены базовые услуги. Они получили необходимую медицинскую помощь, теплые вещи и продукты. Государственные учреждения, расположенные в освобожденных деревнях и городах, содействовали процессу перемещения людей. Ранее сообщалось, что новая группа перемещенных лиц покинула лагерь беженцев Аль-Азрак в Иордании, пройдя через пограничный переход на СИП, расположенный на границе. Люди вернулись в свои родные районы в деревнях Дарра и Эль-Кунейтра. Контроль над которыми восстановила сирийская армия. В Риме состоялась презентация перевода поэмы «Данта в легенда» армянского писателя Егеша Чаренца на итальянский язык. Книга была переведена совместными усилиями профессоров Пизанского университета Альфонсо Помпелло и Стефано Гарциони, а также руководителя Ассоциации армянской общины Рима и Лацио Ануш Турунян, сообщает прислужба МИД Армении. На презентации присутствовала также посол Армении в Италии Виктория Багдасарян, которая в своей речи выразила благодарность за претворение в жизнь итальянского перевода поэмы. В ходе презентации прозвучали отрывки итальянского перевода поэмы. В Ване, Западной Армении, в центре ванских кошек, произошло редкое явление – родился котенок коричневого цвета. Белый цвет ванских кошек обусловлен редким геном. Иногда из-за дефицита этого гена некоторые детеныши рождаются других цветов. Ванская кошка является одним из символов Западной Армении. Около 200 кошек содержатся в специальном приюте, который называется «Вилла» для кошек, где для них созданы особенные условия. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Кайт» Тамзара. 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 «Кайт»» Тамзара. «Кайт» тамзара. «Кайт» тамзара. «Кайт» тамзара» «Кайт» тамзара «Кайт» там Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова